Участились случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и СМС-сообщений. Сотрудники ОМВД России по Ниньскому округу призывают граждан быть бдительнее и не доверять звонкам с подозрительными номерами. Подробнее в следующем сюжете. В последнее время участились случаи мошенничества на территории округа. С неизвестных номеров жителям поступают звонки и СМС-сообщения с настойчивым контекстом. О механизмах мошенничества нам рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Ниньскому округу Владимир Степанов. Ни в коем случае при поступлении звонков, где представляется сотрудниками банка или других государственных организаций, либо правоохранительных органов, ни в своем случае не стоит переводить свои денежные средства, называть свои персональные данные, также реквизиты своей банковской карты и какие-либо отшлять действия. Необходимо позвонить либо в сервисную службу, которая указана на карточке, имеется телефон круглосуточный, поэтому можно обратиться по данному поводу. Механизмы стандартные. Например, звонят с неизвестного номера с просьбой помощи близкому человеку, присылают СМС о блокировке карты, или звонят с другого неизвестного, вот уже сказал, что 8495, это 8499, как бы Москва выходит сразу на телефоне, определяется, и говорят, перейти по ссылке, или заблокирована ваша карта. Также опасность представляют недобросовестные продавцы на интернет-площадках. Телеканал «Север» призывает всех быть внимательнее и не дать себя обмануть. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».